Всем привет! Друзья, сейчас осень, сезон яблок, груш, слив. И сегодня я приготовлю джем варенья повидла из этих чудесных фруктов. Напишите мне в комментариях, какой из рецептов вам больше понравился. Не забываем ставить лайки и, конечно же, подписаться на канал. Ну что ж, начнем готовить! Яблоки я уже хорошенько промыла под холодной проточной водой. Каждое яблоко разрезаю на 4 части и удаляю семечки. Для рецепта понадобится 2 килограмма уже очищенных яблок. Так что яблоки покупайте с запасом. Я покупала не слишком сладкие яблоки, они у меня с кислинкой. Яблоки я переложила в кастрюлю с толстым дном. К яблокам добавляю холодную обычную воду. Кастрюлю с яблоками я поставила на плиту. Кастрюлю накрываю крышкой. Она у меня не слишком плотно еще закрывается. Но яблоки станут мягкими и тогда крышка будет уже плотно закрываться. И теперь яблоки я буду варить на среднем огне, периодически перемешивая. Нужно, чтобы яблоки стали мягкими. Яблоки я проварила. Они у меня стали мягкими. Вот так они должны у вас выглядеть. Яблоки я варила приблизительно 20 минут. Но вы лучше ориентируйтесь по самим яблокам, так как у каждого разные яблоки. Яблоки нужно перебить погружным блендером в однородную массу. Полученное яблочное пюре небольшими порциями нужно перетереть через мелкое сито. У меня получилось чудесное однородное яблочное пюре. И отходов совсем немножко. Здесь приблизительно грамм 100. Поэтому не стоит тратить свое время на чистку яблок от кожуры. Варите яблоки вместе с кожурой. И таким способом у вас отходов будет в разы меньше. И пюре получается чудесным, когда вы его перетерете через сито. Пюре я переложила в ту же кастрюлю, в которой варила яблоки. Сюда добавляю сахар и все перемешиваю. Яблочное пюре с сахаром я поставила на плиту. И периодически помешивая, массу нужно закипятить. Повидло у меня закипело. И с момента закипания повидло нужно хорошенько уварить. Я его буду варить на среднем огне, часто помешивая. Мешать повидло лучше лопаткой и хорошо проходить по дну. Кастрюлю крышкой я не накрываю. Время варки повидла с момента закипания от 30 минут и дольше. Время варки, конечно же, зависит от сорта яблок, которые вы используете. И от желаемой густоты повидла. Повидло я уже варю 30 минут. Оно у меня потемнело, уже загустело. Главное, повидло не забывайте хорошо перемешивать. Потому что на дне повидло может пригореть. И оно потом будет иметь неприятный привкус. Если повидло у вас будет, так сказать, слишком булькать, выпрыгивать из кастрюли, то кастрюлю нужно слегка прикрыть крышкой. Слишком плотно кастрюлю крышкой не закрывайте. Нужно, чтобы лишняя влага испарялась. Повидло у меня уже готово. С момента закипания повидло я проварила 45 минут. Но еще раз повторюсь, вы лучше ориентируйтесь по самому повидлу. Может вам понадобится немножко больше время для варки или немножко меньше. Как проверить готовность повидла? Я взяла небольшое количество повидла и капнула его на блюдце. И оставила, чтобы повидло полностью остыло. Посмотрите, какое оно получается густым. Посмотрите, значит повидло уже готово. Баночки я заранее уже подготовила. Я их простерилизовала. И теперь повидло разливаю в баночки и закрываю закаточными крышечками. Все повидло я закрыла в баночке. Повидло накрываю тонким полотенцем. И повидло оставляю в таком виде до полного остывания. Домашнее яблочное повидло готово. Из указанных ингредиентов у меня получилось 4 полулитровые баночки. И немножко повидло на пробу. Повидло по этому рецепту получается очень красивое по цвету. Посмотрите, какое оно чудесное. Оно очень густое. Ароматное. Оно просто замечательно пахнет. Конечно, не сравнится с магазинным повидлом. Посмотрите, насколько оно получается густым. Вот такое повидло. Его можно кушать просто так. И оно чудесно подходит для выпечки. Вот так оно держит форму. Посмотрите, какое чудесное, замечательное. И в то же время, видите, как оно хорошо намазывается. И повидло, конечно же, изумительно вкусное. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления повидла. И вы его приготовите. Для этого рецепта мне понадобится 2 кг уже очищенной от косточки сливы. Сливы я заранее подготовила. Хорошенько помыла под холодной проточной водой. Удалила косточки. Переложила в кастрюлю. И теперь кастрюлю плотно закрываю крышкой. И сливу в таком вот виде отправляю на плиту. Буду варить под плотно закрытой крышкой на среднем огне. Периодически помешивая. Нужно, чтобы слива опустила сок и стала мягкой. В общей сложности сливу я проварила 30 минут. Посмотрите, как она должна выглядеть. Она опустила сок, стала мягкой. Время варки, конечно же, зависит от того, какую сливу вы будете использовать. Теперь сливу нужно перебить погружным блендером в однородную массу. Или, если у вас не оказалось под рукой блендера, можно несколько раз пропустить через мясорубку. У меня получилась однородная сливовая масса. На этом этапе, по желанию, массу вы можете пропустить через сито, для того, чтобы убрать сливовую шкурку. Но я этого делать не буду. Я этот этап пропущу, так как меня шкурка не смущает в джеме. И тем более, шкурка придает джему красивый цвет. В полученную массу я добавляю сахар и все перемешиваю. Полученную массу отправляю на плиту. Буду варить на среднем огне, периодически помешивая. Время варки джема с момента закипания от 20 минут и дольше. Чем дольше вы будете варить джем, тем он у вас будет более густой и цвет будет становиться более темнее. Джем с момента закипания я проварила 30 минут. Как по моему вкусу, этого достаточно. Как проверить готовность джема? Когда вот так вот вы поднимаете лопаткой, джем не должен стекать вот такой вот одной длинной струйкой. Он должен вот таким вот образом капать. И когда вы проведете пальчиком по лопатке, должен остаться четкий след, который, видите, не всплывается. И еще один способ. Для этого нам понадобится чистое блюдце или тарелочка. Капаем небольшое количество джема, немножко подождем, чтобы он остыл. И посмотрите, какой уже густой получается джем. Он слегка-слегка растекается. Значит, джем уже готов. Я заранее уже подготовила баночки. Я их простерилизовала. Крышечки я также простерилизовала. И теперь наполняем баночки джемом и закатываем закаточными крышками. Сливовый джем я закатала в баночки. Баночки я перевернула крышечками вниз. Баночки укутываю в полотенце, одеяло и оставляю в таком виде до полного остывания. Сливовый джем готов. Из указанных ингредиентов у меня получилось 2 литра чудесного джема. Джем по этому рецепту получается очень вкусным, ароматным, неприторно-сладким. Посмотрите, какой вот красивый, чудесный цвет получился этого джема. А вы видите, настолько он получается густой. Посмотрите, как он с ложечки падает, так сказать. Сейчас я намажу на хлебушек и вы увидите, как он ведет себя на хлебушке. Вот так вот легко и просто можно приготовить красивый, густой и очень вкусный джем. Для начала подготовлю груши. Для рецепта лучше использовать спелые, но не слишком мягкие груши. Я их хорошенько помыла. Варенье я буду варить с кожурой, поэтому кожуру с груш я срезать не буду. Каждую грушу разрезаю на 4 части. Срезаю хвостики, сердцевину. И каждую дольку нарезаю на небольшие кусочки. Груши я все подготовила. Из 4 килограммов целых груш у меня получилось 3 килограмма подготовленных очищенных нарезанных груш. На каждый килограмм уже подготовленных нарезанных груш понадобится 1 лимон. Соответственно, для рецепта я буду использовать 3 лимона. Лимоны я хорошенько помыла. Вытерла их бумажным полотенцем от лишней влаги. Каждый лимон я разрезаю на 4 части. Удаляю семечки. И срезаю вот эти вот края. И лимоны нарезаю так же, как груши, на небольшие дольки. Варенье я буду варить в большом тазу. В таз я приложила груши. Сюда же выкладываю нарезанный лимон. И осталось добавить сахар. На 1 килограмм уже подготовленных груш понадобится 800 грамм сахара. У меня 3 килограмма груш, поэтому мне понадобится 2 килограмма 400 грамм сахара. Высыпаю сахар и все аккуратно перемешиваю. Груши с лимоном в сахаре оставляю при комнатной температуре приблизительно на 2-3 часа. Нужно, чтобы они пустили сок. Время прошло. Посмотрите, как груша хорошо пустила сок. Сколько много появилось сиропа. Варенье я поставила на плиту. Буду его варить на небольшом огне, периодически помешивая. Варенье нужно довести до кипения. Варенье у меня закипело. И теперь с этого момента, с момента закипания, варенье проварю 5-7 минут. Варенье нужно обязательно периодически перемешивать. Варенье я проварила. Я уже выключила плиту. И теперь оставляю его в таком виде приблизительно на 6-8 часов. Обычно варенье я провариваю перед сном. Оно у меня настаивается целую ночь. А потом утром снова его провариваю. Наступил следующий день. Варенье у меня настаивалось целую ночь. Посмотрите, какое оно уже стало красивое. Груша уже такая вот полупрозрачная. Варенье я поставила на плиту. Его нужно довести до кипения. Не забывайте варенье периодически перемешивать. Варенье у меня закипело. И теперь с момента закипания снова проварю его 5-7 минут. Варенье я проварила второй раз. Я уже выключила плиту. Варенье снова оставляю в таком виде приблизительно на 6-8 часов. Время прошло. Варенье осталось проварить последний третий раз. Я его поставила на плиту. Варенье буду варить периодически, перемешивая. Вот так вот от края к центру. Варенье нужно закипятить. Варенье у меня закипело. И с момента закипания, постоянно помешивая, варенье проварю 5-7 минут. Варенье у меня уже полностью готово. Баночки с крышечками я уже заранее подготовила. Я все простерилизовала. Баночки наполняю вареньем и закрываю закаточными крышечками. Варенье я все закрыла в баночки. Баночки переворачиваю крышечками вниз. Варенье в таком виде укутываю в полотенце. Далее укутываю в одеяло. И варенье оставляю в таком виде практически до полного остывания. Вкуснейшее варенье из груш с лимоном готово! Из указанных ингредиентов у меня получилось 3,5 литра вкуснейшего варенья. Вы посмотрите, какое оно получилось красивое! Груша осталась целенькая. Вот лимончик в сахарном сиропе. Видите, какой получился сироп? Варенье уварилось и получилось вот такое вот густое. Ароматы у этого варенья просто божественные! Посмотрите, какое оно красивое, густое! Сейчас намажу на хлебушек. Просто замечательное! Такое вот, знаете, тягучее! Лимон придал замечательную такую вот изюминку этому варенью. Варенье совершенно не кислое, очень вкусное, непритерно-сладкое. Вот такая красота! Варенье получилось изумительно вкусным! Обязательно его приготовьте! И я вам обещаю, вы не пожалеете! А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления варенья. И вы его приготовите! Для начала, груши с яблоками я хорошенько помыла. И теперь вот беру грушу, разрезаю ее на 4 части, вырезаю вот хвостик и семечки. И точно такую же работу я проделаю и с яблоками. Все фрукты я подготовила. Яблоки с грушами я беру один к одному. Как вы видите, кожуру я не срезала. Джем буду готовить вместе с кожурой. И теперь все подготовленные яблоки, груши, нужно перекрутить через мясорубку. Полученную фруктовую массу я переложила в кастрюлю, в которой я буду варить джен. И теперь в полученную массу я добавляю сахар. На 1 килограмм уже подготовленных фруктов я беру 700 грамм сахара. Добавляю сахар и все хорошо перемешиваю. Полученную массу оставляю при комнатной температуре приблизительно на 15-20 минут. Периодически массу буду вот так вот хорошенько перемешивать, для того, чтобы сахар растворился. Фруктовую массу я поставила на плиту на небольшой огонь. И теперь ее нужно закипятить. Периодически все хорошо буду перемешивать. Фруктовая масса у меня закипела. И теперь ее нужно хорошенько уварить, чтобы у нас получился отличный джем. Время варки джема от 30 минут и дольше. Все зависит от сорта яблока, груш, которые вы используете. И от желаемой густоты, которую вы хотите получить. Джем обязательно нужно варить на небольшом огне. Частенько его нужно вот так вот перемешивать. Лопаткой нужно хорошенько проходиться по дну. Пенку я убирать не буду. Каждый раз вот так вот все хорошо буду перемешивать. Кастрюлю закрывать крышкой я не буду. Нужно, чтобы лишняя влага испарялась. Джем у меня полностью готов. Я его проварила приблизительно 45 минут. Посмотрите, какого он стал красивого янтарного цвета. Цвет джема и густота меня полностью устраивает. Баночки с крышечками я уже заранее подготовила. Я все простерилизовала. Перед тем, как вот раскладывать джем по баночкам, его нужно обязательно хорошенько вот так вот перемешивать. Посмотрите, какая красота! Как джем уварился! Чудесный, ароматный, красивый. И поверьте мне, очень вкусный. И теперь еще горячий джем раскладываю по баночкам и закрываю локаточными крышечками. Весь джем я закрыла в баночки. Баночки с джемом я перевернула крышечками вниз. Баночки укутываю в полотенце, одеяло и джем оставляю в таком виде до полного остывания. Вкуснейший яблочно-грушевый джем готов! Вот такой замечательный, красивый, густой получился джем. Из указанных ингредиентов у меня получилось 5 полулитровых баночек. И вот немного джема на пробу. Вы посмотрите, как он замечательно выглядит. Он очень густой. Посмотрите, как вот на ложечке он себя ведет. Очень ароматный и невероятно вкусный. Такой джем чудесно подходит для выпечки. И его можно кушать просто так, с большим удовольствием. С чаем, с молоком, с какао. С чем ваша душа пожелает. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления джема. И вы его приготовите. А с вами была Анташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного чаепития. Всем пока и до новых встреч!